Друзья, всем привет! В эфире канал РВК Live, где мы говорим с экспертами на разные интересные темы. Сегодня у нас в гостях Олег Ануфриенко, выпускник кафедры РВК при МФТИ. Олег, привет! Да, всем привет! Очень рад побывать на вашей программе, надеюсь будет интересно. Олег, ты один из первых участников кафедры РВК. Вот расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал ее, какие программы тебя заинтересовали, может быть, преподаватели, что тебя сподвигло прийти к нам на кафедру? Да, ну я, как и многие, собственно, люди, кто пошел на эту кафедру, у меня история очень простая. Я, в принципе, в науке был, я работал в лаборатории в РАН где-то полтора года. Я закончил бакалавриат по физике. Вот. И в какой-то момент понял, что, ну, мне недостаточно просто исследований. Мне захотелось именно получать фидбэк от внешнего мира. Что-то делать и видеть сразу, что это полезно обществу, полезно людям и так далее. Вот. И я решил уйти из науки, то есть заняться чем-то более прикладным. Вот. Ну, наверное, уйти из науки это громко, потому что все равно, так или иначе, приходится заниматься какими-то вещами научными. Вот. Мне захотелось уйти в прикладную вещь, связанную с бизнесом. Вот. И РВК оказался на тот момент идеальным вообще вариантом, потому что, в принципе, в России каких-то программ, похожих на РВК, практически нет. Вот. Я изучал, в общем, довольно долго. И РВК оказался близким чуть ли не к МБА на тот момент. То есть, достаточно серьезная вещь, которая позволяла, ну, в корпоративном мире, да, стать каким-то стандаристом. Вот. Я из-за этого, собственно, и пошел на РВК. Вот. И удачно поступил. Я, кстати, поступил на экспериментальную программу на тот момент. Это первый набор был, связанный с искусственным интеллектом. Это кафедра управления технологическими проектами в сфере искусственного интеллекта. Вот. И, ну, сейчас можно сказать, что стал отчасти специалистом в этом деле. Вот. И продолжаю заниматься. А у тебя был непосредственно упор, да, на искусственный интеллект? Ты хотел вот дальше развиваться как раз вот в этом направлении, да? Ну, да. На тот момент, как раз, когда я поступал, это 18-й год, вся эта история с искусственным интеллектом, она только набирала обороты. Она была, прям, чуть ли не на пике, там, цикла Гартнера, да. И казалось то, что это вот самый верх технологический, что может быть. В принципе, во многом, тенденция сохранилась. И мне казалось, что, если я в этом направлении стану специалистом, то дальше все двери в мире будут открыты. Вот. И во многом, мои оправдания ожидали, мои ожидания оправдались. Вот. И именно, как бы, я осознанно сделал этот выбор и пошел именно на на обучение, связанное с искусственным интеллектом. А вот эта программа же была совместна с Ай Павловым, да? Насколько я помню. Вот. Вы как-то участвовали в том числе, может быть, в разработке, да, каких-то дополнительных историй с Ай Павловым? Может быть, у вас была какая-то, там, обучающая программа, посвящена именно этому продукту? Ну, я расскажу давай подробнее тогда про Ай Павлов. Да. Ну, изначально, когда меня взяли на кафедру, у нас было соглашение между РВК и Ай Павлов, что меня берут стажером на работу к ним. Вот. Я попал сразу в бизнес-отдел, поскольку у меня, как бы, технический бэкграунд. Мне, ну, небольшого труда стоило, собственно, понять, что там происходит, как двигается разработка. С научной точки зрения я быстро достаточно влился в это дело. Проработал стажером где-то полгода, может быть, около того. Вот. И дальше меня взяли уже на полную ставку, взяли специалистом. Вот. Я занимался, ну, бизнес-девелопмент-сайкл, что называется. То есть это поиск гипотетических клиентов, их развитие, их ведение. То есть это некая сейлс-история. Плюс это продакт-менеджер-история. То есть у меня были несколько продуктов, которыми я занимался, я их развивал, по сути, ну, благодаря мне они там становление какое-то произвели. Вот. И в целом, ну, я был неотъемлемой частью команды. Вот. Я проработал почти два года. Вот. Ну, как раз не так давно, там, три месяца назад я ушел оттуда. Но это отдельная история. Вот. И во многом, наверное, вот мое понимание бизнеса, корпоративных вещей, оно связано с Айпаулом. Я благодарен им по сей день. У меня даже футболка. Я сейчас попытаюсь показать. Он у меня. Дип Паулов написано специально надел. Они будут рады. Да, я надеюсь, что они будут рады. Они меня помнят. Я тоже их помню. Ребята, привет, если смотрите. Айпаулу я очень благодарен. Это крутая команда. Ну, вот, не преувеличивая, одна из лучших в мире команд по глубокому обучению. И даже те регалии, которые ребята на конкурсах показывают, они, ну, говорят об этом. Вот. Единственное, наверное, что здесь, ну, с моей точки зрения, мне не подходило. Все-таки команда более такая research, более исследовательская. И бизнес-приложение, оно было не основным видом деятельности. То есть генерация прибыли клиентов и так далее, это было не на первом месте. Я не знаю, как сейчас дело отстоит, но вот, возможно, это повлияло, собственно, на мой уход. То есть такой у тебя был комбинированный, скажем, опыт и research, да, и sales, и, соответственно, плюс background обучения на кафедре. Вот после ухода из iPavlov, что у тебя, какой проект сейчас? Ты остался в сфере искусственного интеллекта или ты как-то переформатировал? Да, если, я понял вопрос, если говорить про iPavlov, то это прям совсем искусственный интеллект, это прям его разработка, развитие и так далее. То есть сейчас у меня более, еще более прикладные задачи. Я ушел из iPavlov как раз в конце 19-го года. Сейчас я работаю руководителем развития бизнеса в стартапе, в крупном достаточно, в Equario он называется. Вот, мы занимаемся созданием Digital Asset Management системы. Мы единственные в России, кто сейчас этим занимается. Это я говорю смело, потому что в том числе я и мы с коллегами рынок исследовали вдоль и поперек российский. И оказалось, что подобную систему, в принципе, в России пока еще толком никто не внедряет. Что это такое? Наверное, не всем известно. По сути говоря, это корпоративная платформа, на которую можно закачивать различные фото, видео и другие медиа-активы. И эта платформа позволяет их хранить, их искать, ими оперировать и так далее. Это некая такая сложная совокупная система корпоративная, благодаря которой можно наладить работу, в принципе, с медиа-контентом. Потому что, в принципе, подход у всех очень плохой в этом плане. У всех лежат 5 терабайт фотографий на диске или где-нибудь там в Яндекс.Облаке. И что-то найти, даже вот месяц назад что-то отсняли, и найти практически невозможно. Нужно лазить по папочкам, менеджер уволился, доступ потеряли. В общем, проблем много. Мы создаем эту платформу. Чем я занимаюсь? Меня взяли на достаточно раннем этапе. Сейчас у нас активное завоевывание рынка, я бы сказал. Я в том числе занимаюсь широко, так скажем, развитием бизнеса. Туда входит и sales компетенции, то есть, в первую очередь, поиск клиентов, поиск нужных рыночных сегментов, где это можно встроить. Во вторую очередь, это product история. То есть, у меня есть три продукта, которыми я сейчас занимаюсь. Это вот основной и два еще сторонних, которые тоже во многом, благодаря моим коллегам и мне, сейчас потихонечку мы на рынок запускаем. Вот, смотрим там реакцию рынка, насколько это нужно, насколько это потребности закрывает. Собственно, влияю на разработку, в том числе собираю, что называется, требования рынка. То есть, проходим активно маркетфит и пытаемся вычленить вот то самое нужное, что сейчас как бы в России востребовано. Вот, ну, Россия, это тоже достаточно узкая история, на самом деле. Стараемся широко как бы смотреть на это и выходить. Вот, но поскольку это стартап, стартапе приходится заниматься всем, чем угодно, и кафедра во многом мне помогла. Потому что вот знания по юриспруденции, например, постоянно используются. Я договоры часто читаю, приходится смотреть какие-то узкие места там, и это очень важно. Например, маркетинг, это вообще чуть ли не основное. Я вот, на мой взгляд, это чуть ли не главный курс вообще был на кафедре. Каждый день мы это используем. Каждый день я, например, сайт подправляю, смотрю ценностное предложение, немножко изменяю. Там конверсию считаем, SEO-оптимизацию и так далее. И, ну, я не представляю, вот без кафедры, как можно вот в разных таких областях, в принципе, разбираться, да. То есть можно какие-то курсы где-то там изучить, почитать, но это все не совокупно. К этому придется приходить самому. Нам как бы этот курс уже выстроили. Ну, я тоже не идеализирую, да. Там тоже часть курсов мне, например, была не очень полезная. Ну, мне кажется, так всегда в любой образовательной программе. И, может быть, как бы идеальной, там, вы преподаватели и всего. А, кстати, какая у тебя тема была диплома и сложно ли было защитить диплом? Я его еще не защитил, у меня была только предзащита. Да, у меня вот через месяц защита. О, здорово. Какая тема. Да, в Ай-Павлове, когда я еще работал, мы с ребятами удачно поучаствовали на хакатоне одном. И мы создали голосового персонального ассистента Валеру. Валера не зря, потому что основной заказчик был Леруа Мерлен. Вот. И, ну, Леруа Мерлен, Валера, нам казалось, это весело. Это сложный совокупный гол-ориентед бот, который позволяет делать покупки, искать товары по корзине при помощи голоса. То есть мы ему говорим, покажи там какие-нибудь фотообои с Парижем. У меня даже была где-то демонстрация. Он понимает, что мы хотим. Он выдает из каталога определенные товарные позиции. Потом мы говорим, например, положи в корзину, делай заказ, доставь туда-то, оплати с моей карточки. И это, как бы, в чем проблема была? Отдельно все эти технологии существовали. Вот маленькие кусочки этого пазла. Но вот собрать продукт и закрыть реальные проблемы бизнеса – это существенная сложность. Это вот 90% работы. Вот. Нам это во многом удалось. Ну, там история долгая была. Я до сих пор этот проект веду. И это была такая достаточно проверная вещь. По ней, собственно, я буду защищаться. Мне кажется, вот эти голосовые ассистенты – это некий новый шаг, в принципе, автоматизации продаж. Потому что, если взять классический ритейл, там очень много костов, в принципе, уходит на продавцов-консультантов. Это дорого, это много, и бизнесу это важно. И если эта история, там, ну, благодаря мне и другим коллегам, кто тоже занимается подобными вещами, возможно, продажи изменятся совсем в мире. И мы уже не будем ходить в магазин совсем, там, и разговаривать с живыми людьми. Это будет просто неодно. Олег, ну, здорово. В общем, я тебе желаю удачи на защите ближайшей. Вот. Я благодарю всех, кто нас сегодня смотрел. И мне кажется, получился очень интересный разговор. Спасибо еще раз тебе, Олег, что сегодня с тобой поговорил. Спасибо большое. Было очень интересно. Вот. Зовите еще, если что. Да, обязательно. Все. Хорошего дня. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok